К трибунам постепенно подтягиваются болельщики. Сегодня красно-черные принимают на своем поле нефтехимик. Соперник вернулся в ФНЛ после двух лет. Отсутствие сейчас находится где-то в середине турнирной таблицы. Однако фанаты футбола знают, что соперник очень непредсказуемый, от которого можно ожидать чего угодно. Кстати, именно нефтехимик смог обыграть химки на летних сборах до начала сезона. Какой исход будет сегодня, выясним совсем скоро. Здравствуйте, за кого вы сегодня болеете? Конечно же, за химки. Как вы думаете, они победят сегодня? Обязательно. За химки болеем, потому что они всегда дома выиграют. Увлекаетесь футболом? Футболом не увлекаюсь, но поскольку такая широкая информация, и друзья мои пошли, я тоже решила приобщиться. Ожидания высоки, как никогда. В этом сезоне футбольный клуб химки не проиграл ни разу, а на своем стадионе всегда радовал болельщиков большим количеством голов. Как и в прошлой игре, красно-черные сразу же атаковали ворота соперника. Точно угловой от Артема Поляруса и Александр Трошечкин вывел химки вперед уже после первых трех минут матча. Но гости сдаваться не спешили. Сразу же ответили химкам, тем самым сравняв счет. До конца первого тайма ничья сохранялась. Нефтехимик играл агрессивно, не давая красно-черным расслабиться ни на минуту. После перерыва хозяева поля решили отвоевать преимущество и бросились в атаку. Удалось организовать много опасных моментов, но удача была не на их стороне. К тому же химки допустили ошибку в защите и позволили забить гол в свои ворота. Когда казалось, что матч обернется первым проигрышем, вышедший на замену Андрей Мурнин сравнял счет на 75-й минуте. Окончательную победу принес дуэт Владимира Дедюна и Аршака Коряна, которые организовали гол под занавес матча. Следующий матч на домашнем стадионе пройдет 21 августа. Химки встретятся с курским авангардом. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Служба новостей.